и 90 процентным спиртом все-таки рану не обрабатывать а чуть-чуть добавлю разведу с водой вот так получается 50-60 процентов этим мы лена не надо желудок не надо положить полосу медицинские это чтоб не сжечь что вытаскивать должно на же вперед стерильная салфеточка на вкус на цвет и вперед точно так пахло приятно так это спирт явный ну давай чуть-чуть приложишь тебе сразу скажу загорится или нет ну что ты чувствуешь нормально хорошо давай дальше что ты чувствуешь что ничего и на всякий случай подула так а я марине ивановне позвоню подожди ты канула столько и все уже и накладывай давай чуть-чуть а что это для того чтобы заражение не произошло то раньше времени звоню тихо не стукай только мне под между пальчиками протереть бы хорошо было но это уже ладно ну это можно и чистым спиртом протереть между твоими пальчиками я могу сама астара давай я между мизинчиком подожди-ка нет я так с этим вместе давай между вот аккуратно вот давай между вот мизинчиком потому что я боюсь что что такое они аккуратно сильно не дави просто чуть-чуть раз-два потому что они и три потому что нельзя они вместе во все отлично очень хорошо чтобы все было цельная нога на розовеет стало после удара как была синяя вся пальчики шевелятся а вот это все было отбитым ничего ничего вот здесь стоит 5 посчитали шурупов здесь один там скрепленный все кости на месте красивый снимок так что срастется правильно все должно такой красоты что я без охлаждение сердечной мышцы на него смотреть чуть-чуть но нормально да да щипала они тоже чуть-чуть точно точно лен мне не надо давай накладывай мать сожжем давай водой смой нет не сожжем также было лен не надо было также я боюсь все пошли теперь кипяченой водой это я пью воду это очень хорошая вода да это кто столкнулся с такой ситуации это пожалуйста вот вам это видео может помочь да не отчаивайтесь это чтобы кожу не сжечь а самое главное урану то совсем не то продали шоу фирейн осталось всего немножко до 6 числа до теперь мы накладываем салфетки с двух сторон это стерильные салфетки да чуть-чуть это эти придержу когда да и 2 и 2 и 2 вот так накладывается даже не так положил то ты это я бен сейчас растерю подними чуть но не сначала салфетки канада у вас там сначала а потом вот с того и начали салфетки винтовать держится тогда можно так поочередно на чтобы эти гладенькие были да мы в школе все когда-то я правда если была в поле ты в школе всему у нас в школе учили прям все как медсестры гражданской обороны да мы все проходили эти курсы все готовились защищать родину сильно не надо выпаковать чуть-чуть а то ты плотно не винтовый не надо мне нормально нормально не надо потому что наверное хорошая отрезай захватила там до воде там чуть-чуть ладно вот все все а то там уже много все хорош срезает эту и не завязывают ее нет нет не щипет хорошо чтоб не плотно так теперь давайте все от и если мы положи вот это подозрите чуть-чуть я сама сейчас уложу и мне пятка подержи вот это что пятка в пятки мне надо что пошла понимаете самое главное чтобы вот потно и пяточка в пяточку что почувствовал все она вошла у меня сейчас будем уже винтовать все сейчас мы будем винтовать непосредственно эластичным бинтом вот это пока и потом даже после снятия ниток швов два месяца не наступает так и теперь мы уже заматываем да вот начинается подоги сейчас не надо поднять я не помню пальцы были замотаны нет пальцев а так вот свободно и пальцы свободно хорошо только мне надо сейчас я длинулась это я уже поднимут вы ну и так мотается по моему здесь нет то это дальше мотай сюда вот здесь один раз наверх мотай на будет держать это прям самая первая лангетка которая мне была сделана нет и мотай я буду держать просто так съемку можем да и сниму и нужно давая мне не 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 признаешь сейчас мы уже держать не надо тогда да я держу все держала я всегда мне мотали не задеваем не сильно а то ты нерву ворачиваешь рукой сильно все практически в то же место где я только чтобы а то цепляться будет вот это вот до краешек вот зацепляешь вот видишь ты ровненько просто вот это было это вот а то она раскрошится она раскрашивается со временем раскрошивается естественно все вот может туда куда уйдет не страшно вот посмотрите вот наша красавица уже вот кому что нравится а у нас нога еще красивее будет после тренировки да будет будет там кости очень хорошо стоят все можно как раз таки уже теперь их вздохнуть отлично